Международный рождественский фестиваль, который в 15-й раз пройдет в Новосибирске, называют крупнейшим культурным форумом «За Уралом». Его организаторами традиционно выступают Новосибирский молодежно-академический театр «Глобус» и Новосибирская государственная филармония. Музыкальная часть фестиваля открывается 4 декабря в государственном концертном зале имени Арнольда Михайловича Каца. К нам приезжает Национальный филармонический оркестр России под управлением маэстро Владимира Спивакова. Приезд всегда самого маэстро и любого из его коллективов – это большое событие. И в этот раз они приезжают к нам на два концерта. Один открывает нашу программу в государственном концертном зале имени Каца, а на следующий день, 5 декабря, коллектив выступает в Доме ученых. Основным направлением фестиваля остается академическая классическая музыка и впервые неофольклорное направление русской музыки. Театральная часть начнется раньше, но тоже со значимой и интересной постановки. Откроем мы фестиваль 2 декабря на сцене театра «Глобус». Музыкально-литературным спектаклем русского концертного агентства Юрия Башмета «Живые и мертвые солдатами не рождаются». Этот проект очень интересный. Режиссер Полина Агуреева, Юрий Абрамович Башмет за пультом, современная музыка и прекрасные актеры интерпретируют произведения Константина Симонова. Илья Шевкунов, Николай Чиндяйкин, Юрий Беляев, Федор Добронравов, Алексей Вертков. В течение 15 дней фестиваля творческие коллективы будут выступать на таких площадках, как театры «Глобус», «Красный факел», под руководством Афанасьева, «Старый дом», «Первый театр», «Театр кукол» и «Музыкальный театр». Спектакли, которые будут представлены в этом году, это коллективы из регионов нашей страны. Это Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Донецк. Конечно же, коллективы все театры города Новосибирска. И из ближнего зарубежья у нас будут представители из Минска, Республика, Беларусь. Выставочный сектор 15-го международного рождественского фестиваля искусств будет представлен в Новосибирском государственном краеведческом и в Государственном художественном музеях. Всего запланировано более 60 различных событий. Это спектакли, концерты, выставки, творческие встречи и мастер-классы.